Приветствую всех на нашем канале Aromas and Flavors. Здесь мы рассказываем о лекарственных растениях и кулинарии. Скоро масленица, а значит ловите новый рецепт блинов. Сегодня у нас заварные блины с мясом. Что нам потребуется? Полное детальное описание всей рецептуры я, конечно же, приведу в описании к видео. Ну а сейчас просто перечислю. Нам потребуется яйца, соль, сахар, молоко, растительное масло, вода, мука. Что потребуется нам для начинки? Я вам покажу, когда буду готовить саму начинку. Что мы делаем первым делом? Первым делом нашу воду мы отправляем кипятиться. Поскольку блины у нас заварные, значит потребуется нам кипяток. И пока наша вода будет кипятиться, мы с вами в миску разбиваем яйца, добавляем соль, сахар, добавляем молоко, половинку, добавляем половинку муки и хорошо перемешиваем. Вот такая консистенция у нас получилась. Я сильно не взбиваю, просто перемешала вилкой. Теперь добавляю сюда сначала оставшуюся муку, хорошо перемешиваю и потом добавляю уже оставшееся молоко. Вот такая консистенция получается перед добавлением последней порции молока. Я взбивала, даже не взбивала, перемешивала всю вилкой. Видите, очень хорошо перемешивается, комочков не остается. Так, вы сейчас точно скажете, что это у вас за странный цвет. Я использую не белую муку, я использую цельнозерновую, она имеет другой немножечко оттенок, поэтому у меня вот блинчики вот такого цвета будут. Вот такая консистенция у нас получилась после замешивания с молоком и мукой. Теперь добавляем сюда наш кипяток и постоянно помешиваем. Заметьте, масла я до сих пор не добавляла, масло мы будем добавлять в самом конце, когда наше тесто уже постоит перед жаркой. Вот такая консистенция у нас получается после добавления воды. Отправляем наше тесто стоять 15-20 минут. Тесто я ничем не накрываю, просто оставляю его вот в таком виде, как оно есть, стоять. Ну, пока наше тесто будет отдыхать, готовим с вами начинку. Пока наше тесто отдыхает свои 15 минут, делаем начинку. Что нам потребуется? Фарш, у меня говяжий, одна луковица, можете взять чеснок, здесь дополнительно, если вы хотите, здесь по вашему желанию. Грецкие орехи, ну, где-то жменька нам потребуется. Соль, мускатный орех, корица, черный перец, хельба и красный перец. Эти специи использую я, вы можете использовать другие специи, какие вам нравятся. Также потребуется немножечко оливкового масла для жарки. Вот все ингредиенты, которые нам потребуются для нашей начинки. Итак, что мы делаем? Нарезаем мелко нашу луковичку и отправляем на сковородку с небольшим количеством оливкового масла. Пока наш лучок обжаривается, обжаривать мы его будем до полуготовности. Готовим специи. Я все смешала, все, что мне потребуется, ну, кроме соли, соль я добавлю отдельно. Смотрите, если вы будете использовать все те же специи, что и я, то корицу мы используем, ну, вот совсем чуть-чуть, я вон отдельно ее положила. Еще меньше, где-то половину от корицы мы будем использовать хельбу. Хельба очень сильно перебивает вкусы, но если ее немножечко добавить, то она дает очень приятный аромат. Поэтому вот в такой пропорции у меня получились специи, которые я буду использовать. Итак, как только у нас лучок прожарится до полуготовности, мы туда отправим наш фарш. И пока лучок с фаршем будут обжариваться, измельчим жменью грецких орехов. Ну вот, наш фарш почти готов. Собственно, он-то и будет у нас начинкой. Я добавила сюда специи. Тушим еще буквально несколько минуточек до готовности. И добавляем сюда измельченные грецкие орехи. Так, ну все, вот наш фаршик готов. Сюда же орешки перемешиваем и отправляем остывать. Ну а мы приступаем к жарке наших блинчиков. Ну вот, наше тесто постояло. Добавляем сюда масло, хорошенечко перемешиваем и жарим. Ну вот, наши блинчики готовы с пылу с жару. Начинка уже остыла. Ну что, заворачиваем нашу красоту. Ну вот, все готово. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok